Музыка Самая масштабная акция озеленения в истории не только Одессы, но и всей Украины продолжается. Сегодня мы в парке Шевченко. Будем высаживать более 300 деревьев. Одесситы уже третий месяц приходят на настоящие семейные субботники. Взрослые приводят своих детей и внуков. В каком настроении пришли сюда? В отличном настроении. Мы сегодня с самого утра не могли лежать в 11 часов. У меня внук, он знал, что будут сажать деревья, очень боялся пропустить эту акцию. Деревья бонзай мне нравятся. А чем она занимается? Потому что она маленькая. Дай пять. Акция объединяет соседей, родных и близких. Вокруг одного доброго дела. Для каждого тут найдется работа. Кто-то носит воду, кто-то закапывает яму, а кто-то держит саженец. Хотя бы как смогу, помогу. Ну, наверное, буду держать. Когда воду сейчас пронесут. Папы и мамы приучают своих детей заботиться о природе. Пусть привыкают, учатся к чему-то хорошему. Правильно? То сидеть дома за компьютером надо воздух. Вот привел сына, посмотрел, что это такое. В городе не часто деревья садим. Правильно? Справляется сын? Ну, конечно. Тут без вопросов. Это хорошо, чтобы птицы могли делать гнездо себе и себе, чтобы вырастали птенцы. Акция «Аполитично» – это социальный и экологический проект, направленный на озеленение города. Настроение отличное. На самом деле, очень интересная штука сегодня происходит, потому что все предыдущие акции, они были перед выборами. А сегодня поднимает настроение то, что люди, которые проходят мимо, они смотрят на нас, что происходит. То есть люди копают деревья, сажают. А выборы прошли. Почему? Как так может быть, что люди копают не для выборов? То есть вот самый интересный момент сегодняшней акции. Координаторы акции к посадке деревьев подошли профессионально. Проект разработан по всем технологическим нормам. Специалисты привезли удобрения для того, чтобы дерево смогло прижиться. Были согласования с ботсадом, с агрономами, отбирались лучшие саженцы. Если вы видите, саженец парковый, то есть он не меньше двух метров, для того, чтобы он прижился и рос нормально, для того, чтобы его просто-напросто не сломали. То есть как бы саженец больше двух метров. После высадки за деревом будут присматривать и периодически поливать его водой, чтобы к зиме оно окрепло и смогло пережить холода. Я хочу посадить деревья, чтобы вся Одесса была красивая. И все, когда проходили, было им не так скучно, пусто, как будто бы это пустыня. А все озелененное такое, красивое. Одесситы высадили ясени, клёны, платаны, березы, дубы и сафоры. Вместе с агрономами сделали дубовую и березовую рощи. Всего высадили 340 деревьев. Заказов почти 12700, вот так, вот та цифра, которая на сегодняшний день была, последняя. Потому что каждый день звонят одесситы и говорят, что нам надо посадить возле школы, возле дома, возле детского сада. И мы уже, выходя из тех возможностей, которые у нас есть, мы готовы предоставить им эти возможности, поделиться опытом непосредственно с зелеными насаждениями, саженцами. А еще вам помогут реализовать вашу мечту. При необходимости дадут и инвентарь, и удобрение. Я хочу поблагодарить за потом возможность посадить дерево в нашем городе, так как я являюсь коренным жителем этого города. И я хочу, чтобы Одесса по-настоящему цвела, пахла, была самым красивым городом. Поэтому я сегодня здесь и сажу дерево. Почаще будет таких акций, чтобы наш город был зеленый, красивый. Можно было с детками прийти погулять, воздухом подышать. Мы трудимся, мы сажаем деревья, и это хорошо, потому что мы дышим воздухом, который дает нам деревья. В рамках акции «О зелени Одессу» с Аднаном Киваном в нашем городе стало на 6 тысяч деревьев больше. И это только начало. Добрая акция продолжается. В следующую субботу, 7 ноября, встретимся в парке на улице Заболотного. Там будет следующая высадка деревьев.